Друзья, всем привет! Мы приехали с Максимом в Ростов. Ростов это один из древнейших городов России, он был основан в 862 году, то есть городу более тысячи лет, он старше Москвы. И, по-моему, это один из самых красивых малых городов России. Здесь население 30 тысяч человек, и в этом городе находится более 300 памятников культуры, истории. Он буквально напичкан этими памятниками, здесь есть что посмотреть. Но, к сожалению, как видно за моей спиной, многие памятники находятся в удручающем состоянии. Сегодня будем гулять по Ростову, посмотрим, как живет город, пообщаемся с людьми и подумаем, что с ним дальше делать. Ростов честный город, поэтому уже на привокзальной площади он открыто демонстрирует приезжим свою сущность. Здесь нет асфальта, здесь грязные пазики хаотично останавливаются в случайных местах. Сразу на выходе из здания вокзала становится понятно, что чудес от города ждать не стоит. Мы сразу с вокзала идем в центр города, где находится знаменитый ростовский Кремль. Знакомый вам наверняка по фильму Иван Васильевич меняет профессию. Потому что съемки происходили именно в ростовском Кремле. Вообще чувствуется, что ты приехал в старейший город России. Чувствуется, что здесь вот такой туристический потенциал, что хочется сюда просто ворваться, как шальная императрица на туристическом автобусе. Сесть, я не знаю, в какую-нибудь уличную кафешечку, налить себе хорошего пива, полюбоваться видом на Кремль. Ростов Великий. Да, здесь сразу написано, что ты когда приехал, ты когда смотришь на это все, у тебя может сложиться впечатление, что ты приехал в какую-то сраную дыру. Но, чтобы ты вернулся в реальной степени, что это Ростов Великий. Это, кстати, между прочим, золотое кольцо России. Мы с Максимом не то чтобы специально приехали какую-то грязь искать. Мы вышли с вокзала и идем просто по главной улице к Кремлю. Если отвлечься от того, что там все разбито, убито, какие-то ямы и страшно, то здесь сразу красивый дом. Просто с потрясающей дверью. Смотрите, деревянный дом. Это амбулатория на станции Ростов. Ну, закрыта на замок. То есть, если вдруг вы ехали на поезде и у вас подозрения на коронавирус, то анализы сдать не получится. По крайней мере здесь. Кстати, город богатый. Во-первых, здесь есть нефтяные месторождения. То есть, я не знаю, насколько это видно на камере, но вот это прямо нефть. То есть, кто-то просто масло поменял. Как здесь ходить, подожди. Вот, то есть, что вы... А, биометрические документы, биометрическая в банке печать антихриста. Смотрите интернет. Ничего себе. В Москву-то там нужно карантин здесь не лезть. Москва еще открыта. Ну, пока еще. Мы сегодня там были. Идет парень и такой рассказывает маме своей. Москву-то на карантин уже все закрыли. Тротуары куда делись? Как тротуары? Такие вот, они теперь такие остались. Тротуары-то. А кто это все? Не знаю. Это кто тут, да? Руководство какое-то, да. А как ходить? В резиновых сапогах? Да. А какие вот, смотрите, что творится, да? На самом деле, да. Так, там чисто дальше будет или это грязно? Да так же, так же. Кошмар. Хорошо, ладно, спасибо. А это каждый год вот этот? Тротуаров нет, асфальта нет, да? Нет, тротуары. Посмотрите, можно убить все вечером. Вот 20 лет все в школе. И вот 20 лет вот так вот. Я живу в этом доме. И вот эта канава там есть. Я ее всегда чищу. И рву, прям вот все нервы по себе взрывала. Только приберусь, там все соберу, погляжу, опять накидали. И дети, и дети, и школы идут. Берут вот такие большие ботаки и бросают. Один раз я с той стороны шла, а он бросил. Я вошла, говорю, ты что делаешь? Наклоняйся и доставай. И само сердце заколол, а сейчас он упадет. Кто виноват? Кто виноват? Галина, ты ничего не убирай, это все городское. Город. Город виноват? Город виноват был. Они должны убирать, а не вы. А вы за кого вообще голосовали на выборах? Я уже забыла. Выборы-то сейчас будут. Будут и были. А на президентских за кого? На президентских? За Волочку. За Волочку? Вечно. Довольны? Довольны. Вы раньше знаете чего? И пенсию не получали, и ничего. Я как раз оттуда-то приехала. У нас это такая же самая история. Все и было так. Вот реально здесь когда-то был асфальт. Но я думаю асфальт был в советское время. То есть вот с советского времени здесь все грустно. Болот какое-то. Я не понимаю, что происходит. Вот здесь вот редкий случай, когда забор оправдан. Потому что люди, которые идут по говну, вот это типа тротуар. Ну это просто земля и грязь. И вдруг они захотят выйти на асфальт. Они видят, тут вожделенный асфальт. Они увидят, они увидят. Бац, а тут забор. Все, на забор нельзя. В гимназию. Мы вошли через калитку для пешеходов. Чуть запрестижа. Сюда люди со всего мира едут поступать. В эту знаменитую ростовскую гимназию. Ты понимаешь, что если сейчас сделать фотографии этого здания. Красиво на какую-нибудь выставку образовательную их отправить. У тебя сразу люди захотят, чтобы их дети, как в Англии, в каких-то замках, вот эти вот школы. А здесь будут ездить в Ростов учиться. В гимназию в Ростове. Надо про резиновые сапоги не забывать. Поступил это в ростовскую гимназию, и тебе дают список, что нужно с вашим ребенком отправить, чтобы здесь учиться. И там три пары резиновых сапог. И варежки, если зимой на занятия ходить. Ребята, как в Ростове вообще, нормальная обстановка? Ну нормально вам живется? Все хорошо? Чего нету? А зачем тебе деньги? А ты планируешь, когда вырастешь здесь в Ростове, остаться или уедешь? Да, уеду. Уедешь куда? В Америку, наверное. В Америку? Да ладно, а куда в Америку? Подожди, ну прикольно. В город. А чем заниматься хочешь? Строить дома. Дома строить? Красавчик, ладно. У ребят мечта, уехать в Америку и строить дома. Чтобы вы понимали, мы дошли до Кремля, это такое туристическое сердце Ростова. Оно выглядит как-то так. Сейчас интересно, как люди пройдут. Они знают обход через лужи. У людей все схвачено. Вот так это место выглядело в 1964 году. Почти ничего не изменилось. Да, все-таки Ростов это очень честный город. Он не скрывает свои корни и остается верен себе. Он не приспосабливается к изменчивым временам и не гонится за прогрессом. И именно благодаря этому туристы до сих пор буквально ногами могут почувствовать неподдельную атмосферу российского дореволюционного города. Не забывайте резиновые сапоги, друзья. А здесь туалет. Если вы захотели сходить в туалет, то вам сюда. И конечно жесть. Я предчувствовал, что в Ростове, конечно, не все хорошо. Есть проблемы. Но я вот не ожидал такого. Там школьники, которые курят. Реально, смотрите. Там стоит шоколада. И они курят. Я сейчас здесь встретил ребят, которые курили, с ними поговорил. Но я не стал их снимать, они так шифруются. Но тоже говорят, что мы отсюда переедем. Мы тут последние годы мучаемся и отсюда сваливаем. Друзья, и вот это пепелище истории. Сгоревший дом, обугленная шапка. И мы смотрим на вот это рыжее колесо ЖКХ Арт, который остался там где-то вдали. О, здравствуйте, ребят. Вы что, дом грабите? Майор Никим Порук, документы. Руки на стол, я сказал. Подожди, туда я не даю, я не запрошу. Я не покупаю. Ростан, я не прошу, пожалуйста. Я не покупаю. Не пользуюсь. Стой, иди сюда. Подожди, иди сюда, я сказал. Стой. Подожди, ну поговори с ним. Друзья, мы с Василием, это житель Ростова. И сейчас... Ну а что делать? Расскажет нам прекрасный город. Что вы думаете о нем? Скажите, пожалуйста, вот. О городе? Да. Красивые гостиницы, хорошие. Все нормально настроено. Хорошо, отлично. Понятно красивые. Да. Почему так много сгоревших домов? Никто восстанавливать не хочет их. Ну хорошо, почему они не горят? Кто-то просто напился и устроил здесь какой-то пьяный дебошек? Нет. Это, наверное, по спецузе. Все понятно. Территорию освобождают. То есть, специально сжигают старый фонд для того, чтобы построить здесь что, сауны? Я не знаю. Было очень приятно познакомить все, да. Спасибо большое, да. От Кремля идет улица Покровская. Сейчас она по недоразумению называется Ленинской. Это могла бы быть главная туристическая улица города. Тут неплохо сохранилась застройка, хотя многие домики находятся в ужасном состоянии. Полуразрушенный и обгоревший. Представьте, как хорошо было бы восстановить историческую архитектуру и выложить эту улицу брусчаткой. Ты понимаешь, что здесь за 200 лет вот здесь вот почти ничего не изменилось? Стоят вот эти вот дома, вот эта вот канава. Посмотрите, вот здесь вот дом, который отреставрирован и в хорошее состояние. То есть, кто-то этим домом занялся. И вот как здесь выглядит ворота. Это все заново сделали, но ворота, смотрите, они деревянные. Смотрите, вот здесь все как сделано. Сегодня такой кайф. Насколько круто смотрится вот этот дом сразу. Смотрите, отмосточка такая из булыжника. Рамы деревянные, никакого пластика. Просто потрясающий дом. Максим пошел собачке покупать мясо. За нами целый день ходит собачка. Это очень мило. Очень мило и трогательно. Хорошая собачка. Я сейчас думаю, Максим растрогается и в Москву заберет. Проглотил, вообще не проживав, все одним куском. Слушай, вот ты знаешь, я вот на все это дело смотрю. И я просто понимаю, что где-нибудь, не знаю, в Германии, в Голландии, во Франции. То есть городок, которому больше тысячи лет. Городок с такой историей, с таким количеством памятников, он просто и процветал. А тут как-то все грустно. Но зато здесь есть пока алкомаркет, крепкие традиции. Нет, тут реально, тут одни пенные напитки и алкомаркеты. Ну да, это вот самое место для покрышек. Куда бы еще сложить мусор? Конечно же, мы сложим мусор на задворке. Это похоже на какие-то торговые ряды. Здесь стоит церковь. Да. Вообще, я говорю, ребят, у меня нет слов. Я вот это вот все вижу. И у меня нет слов, потому что я не понимаю, что происходит. Здесь могли бы быть просто великолепные палаты, которые торговали знаменитой ростовской финифтью. Оренбургскими пуховыми платками. И все вот в этом вековом камне. Вот здесь, под этими сводами, под этими прекрасными решетками. Под этими великолепными памятниками просто нашей России. Вот посмотрите, что мы теряем. Посмотрите на эти здания. Они просто умирают, как вот эта голубка. Друзья, показываю вам, как правильно надо умирать. Голубь остался висеть на позвоночнике. Все сгнило, и он там в ветвях и умер. Так же, как и умирает этот прекрасный, просто роскошный памятник. Вы даже не представляете, ком в горле. Кстати, выглядит невероятно, но здесь сделали какое-то общественное пространство. То есть посреди всего вот этой разрухи, которая пока была в Ростове, они здесь сделали общественное пространство. Замостили вот эту вот площадь плиточкой и поставили урны. Я так понимаю, высадили какие-то деревья и поставили такие вот лавочки. По крайней мере, тут нет грязи и луж. Здесь, кстати, поставили такие очень странные фонари. Я не знаю, насколько это видно на вот эту вот камеру. Во-первых, они горят днем почему-то. Во-вторых, у них какой-то очень странный, очень толстый ствол самого фонаря. И там есть такой вот маленький хлипенький фонарь. Не, ну хоть что-то. На самом деле, здесь приятно, что хоть что-то делается. Возможно, через какое-то время они и остальные улицы приведут в порядок. Вот когда более-менее нормально, мы и квалим. Все остановки транспорта в Ростове сделаны из профлиста металлического. Ну, примерно так делают площадки с мусорными контейнерами. Ну, и опять же, вот очень характерное объявление, которое здесь есть. Куплю рога. Поступление платков и футболок Second Hand. Строительные бригады. Видно, конечно, 200 км от Москвы и вот в какой нищете люди живут. Осторожно, ступенька. Надо быть вдвойне осторожным, потому что два объявления, осторожно, ступенька. Но самое главное дальше. Привоз новых моделей. Весна. У нас ли доступы продажи? Ты понимаешь, что тут ты как в компьютерной игре, ты прыгаешь по каким-то мосткам. Да-да-да, тут. Дом ритуальных услуг с таким ржавым козырьком. Обратил внимание, что в Ростове какое-то огромное количество алкомаркетов. Вот этих прекрасных заведений, где продают алкоголь. Но и не меньше ритуальных заведений. Да, как не грустно это звучит, друзья, но ритуальных заведений здесь практически такое же количество, как алкогольных магазинов, вот этих виноводочных, ликерных, рюмочных, наливайных и прочих пивных с пенным, неважно. Значит пьют и умирают. Здрасте. А вы кого-то закапываете или откапываете? И то, и другое. Из Москвы приехали, снимая по Ростову. Ну как у вас вообще обстановка? Да пока слава Богу. Нормально? Коронавирусом не слышали. О! Слушайте, а как вот живя в Ростове, вы такой позитивный человек? Улыбаетесь, все у вас вообще хорошо? Я православный христианин. То есть только вера вам в Бога помогает здесь не унывать? Я в ее очереди. Потому что что-то ходишь такие... Очень православный человек. Ростов, это же вообще один из самых православных городов России по-историческому. А что в этом православном городе дорог нет? И тротуаров нет, и все в мусоре. Зато центральный вон хороший. Центральный, я чуть ноги там все себе не убил, пока от вокзала мы дошли до Кремля. Я не веду центральный, это с Москвы ехать. А, ну трасса, это чтобы уехать быстрее с Ростова. А здесь вот ходишь, все... Да все провалилось, вот еще зима такая была. Кто виноват? Дорога-то она же портится, когда вот то подморозит, то оттает. Вот она разрушается прямо на глазах. Так, кто виноват? Да никто не виноват. По грехам нашим. Вот и вся вина. А где согрешили-то? Да везде согрешили. Ну и что-то очень грешный народ. Очень даже. Понятно. И что делать? Богу надо ближе быть. Будет ближе народ к Богу, будет лучше жить. И тротуары будут лучше? Да все, оно все одно к другому зависит. Понятно. Все в совокупности. А если не мусорить, не получится так? Ну вот эти 73 года безбожной власти, они такой вред нанесли на нашему, что быстро это не вылечишь. Ну в будущее вы как, оптимистично смотрите? С оптимизмом? Да тротуарно сказать. Сейчас не пойми, что творится. Ну с коронавирусом да. Да и не только. Это просто уже так апогеи можно сказать. Сейчас вон Конституцию новую принимают. Одно только упоминание о русском народе вызвало, какую будет там. Поправки в Конституцию вы одобряете? Одобряю. А то, что Путин еще там на два срока? Да пусть, я вообще монархист по убеждению. А, то есть вы короновать? Если церковь нам правил, было бы сто раз лучше, чем эти выборы все это. Я в демократию не верю. Это все пустое, пропанация, пустой звук. Ничего хорошего она нам не дает. Это чужого плеча одежда. Ну жить в Ростове можно вообще? Да мне нравится. То есть в Ростове жизнь есть? Я ведь жил, 19 лет в Средней Азии прожил. А где? Ож. А, Ож, это Киргизия, да. Как только Союз распался, я сразу же уехал. Я уже понял, чем там все это грозит. А здесь раньше работал. Я эскалаторчиком, машинист-эскалатор был. А сейчас на пенсии? Сейчас на пенсии? Да. А сколько пенсии, если не секрет? 16. 16 тысяч. Можно прожить на 16? Ну, живем в Аптих. Меньше у меня там с инвалидными. Сейчас 10. Ну, около 11. Вот на две пенсии. Будет так. Скрипим, привыкли. Ничего. Что есть, то есть. Слава Богу, и за это. Понятно. Понятно. Ладно, спасибо. Удачи вам. Прямо очень вот так здорово, позитивно. Я, кстати, вот замечаю, что чем больше жопы, чем больше разруха, тем смиреннее люди. И они даже как-то защищают. Все у нас хорошо. Что думаешь? Ямы, грязь. Наверняка и в Москве такое, и везде такое. И все окей. Они ничего не хотят. Они со всем этим смирились. Их все это устраивает. И они считают, что все это нормально. А пока они так считают, это никуда не исчезнет. Напари меня ключевой водой. Давай, работаем. Вот так вот из вагонов делали стену. Ну вот, друзья, просто посмотрите монастырь. Какая красота. То есть вот где еще вот такую красоту видишь? Я не про эти ямы. То есть вот эта вся разруха. Это, естественно, это просто меня вымораживает. Потому что у меня в голове не укладывается, как такое красивое место может находиться в таком упадке. Посмотрите, какой монастырь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Немножко, конечно, неудобно. Видите, они расставились какие-то информационные стенды. Во-первых, их не очень удобно читать. Потому что они расположены здесь. Во-вторых, они, конечно, портят вид. Когда ты пытаешься сфотографировать, у тебя постоянно в кадр попадают все эти информационные стенды. Видите, если что не снимаешь, здесь повсюду здесь какие-то стенды, здесь какие-то стенды. Обратите внимание, что уникальный архитектурный памятник, который достояние народа. Они вставили прекрасные пластиковые окна. Вот не нашли ничего лучше. Вот что еще вставить в памятник архитектуры, ансамбль 17-18-19 веков? Конечно же, пластиковые окна. Единственное, меня смущает, что мы не заплатили. Но платить было некому. Вот здесь, вот в этих местах за последние 200 лет ничего не поменялось. Вот он, берег, стена вот этого монастыря. Эти виды, они не поменялись. Вообще уникальная история. Оказывается, съемка платная. Но непонятно, где платить. А этот в храме 30 рублей видео и 10 рублей за фотосъемка стоит. Filming no free. Собака увидела знак, пока мы здесь были, и просто легла смиренно, как лев. И просто лежит и ждет, потому что она знает, что сейчас за нами пойдет. Очень сильные впечатления, потому что я понимаю, что этот монастырь и виды вокруг него, они за последние 200 лет не поменялись. 100-200 лет. То есть, если вокруг него ничего не было, так вокруг него ничего и нет. Стоят какие-то палаты там заброшенные, разваленные, какие-то деревенские домики и все. Здрасьте. Здрасьте. Как дела у вас? Вот стоим. А что стоите? А что делать? Сесть. Сидеть-то всяко удобнее. Как жить в Ростове? Только честно. Только держись. О, вы прям какими-то лозунгами говорите. Да как у вас? Что же еще? Только держись. Жалуйтесь, что плохо. А что хорошо-то? Есть на что жаловаться? Ничего хорошего. Понятно. Где тротуар у вас? Тут ходить невозможно, одни лужи. Так вот, и дороги плохие. Да, а кто виноват? А кто виноват? Правительство. О, так медведя уже выгнали. Медведя, ладно. Выгнали, слышали? Терновый там, Мишустин. Да, и другой хрен с очереди. О, какая мудрая женщина. А что делать? А что делать? Ничего не делать. Снимать шаны и бегать. Я понял. Ну, что делать-то? Ну, хоть чуть-то лучше становится. Ничего. Ничего. А сколько пенсий у вас, если не секрет? 15 тысяч? Да. Хватает? О, где же хватит. О, Илья Александрович, обратите внимание, дизайн ларьков, которые продают похоронные цветы практически идентичны. Мне больше нравится. Продавец в отделе бытовая химия. Ты сейчас собаку ей наступил на ногу. Зачем? Зачем, Максим? Зачем ты сделал ей больно? Я всегда женщинам больно делаю. Поэтому если я уходил... Друзья, я только что, можно сказать, столкнулся лицом к лицу с туристическим потенциалом Ростова. Это я пытаюсь из одной достопримечательности, из этого монастыря, дойти до Кремля. Ну, вот как-то так это надо делать. При этом, то есть, видите, тут соседствуют какие-то гостиницы. Здесь такие вот дороги. Берег озера. И здесь вот, по идее, должна быть какая-нибудь красивая набережная. Но ее нет. То есть, чтобы вы понимали, то, что мы вокруг ходим по этим вот дорогам, это мы просто идем... Здесь вот, видите, ресторан. Какой-то гостиничный комплекс. Гриль-бар. То есть, тут туристы. И вот, сразу выйдя из этого центра туризма, мы попадаем вот сюда. Так вот выглядит набережная. Я сейчас иду вдоль озера, на котором, собственно, Ростов и расположен. И у меня очень смешанные чувства, потому что, с одной стороны, глаз все равно цепляет, видит всю эту красоту. За моей спиной монастырь, впереди Кремль, вот эти вот башни, эти белокаменные стены. Это невероятно красиво. С другой стороны, я тоже не могу не замечать загаженную набережную, мусор, бесконечные какие-то бутылки. С этой стороны гаражи, здесь какая-то промзона, разбитая дорога, лужи, вот эта вот безнадега. Это нищета, которая здесь просто невероятная. Бесконечно грустно все это смотреть, потому что ты понимаешь, какой у этого места потенциал. Ведь это находится совсем недалеко от Москвы, это не какие-то далекие регионы, до которых нужно там сутки добираться. Здесь сел на Ярославский вокзал, через три часа ты уже здесь, и что ты видишь? Ты мог бы сюда приехать на выходные. Это же такой вот туризм, который там очень развит в Европе. Когда люди сойдутся в машину, и на выходные с семьей едут отдохнуть в какое-нибудь красивое место. Так вот эти красивые места, вот это настоящая Россия, которую можно, нужно любить. Это Россия, которой можно гордиться. Это наша история. Но почему находится в таком состоянии? Вот как сюда приезжать? Как сюда приводить детей? Что им здесь показывать? Им показывают засранный просто берег озера? Им показывают бесконечный мусор, бутылки, все в каких-то окурках. Везде какой-то срач, эти ямы, эту грязь, эту нищету. Что им показывать? И это просто не укладывается в голове. Почему этим никто не занимается? Почему здесь же мог быть богатейший город? Нет у города хозяина. Все так, знаете, настолько разрознено, что где-то какие-то есть всплески. Но ты выходишь из какой-то гостиницы, которую предприниматель открыл, и попадаешь просто в полнейший срач. Ты не можешь уже пройти, не испачкав ноги. Ростов стоит на берегу озера Нера. Озеро древнее и считается вообще ландшафтным памятником. Говорят, оно загрязнено какими-то удобрениями, еще чем-то купаться в нем нельзя. В общем, с озером все груз, но дело не в этом. Здесь могла быть хорошая набережная. В Ростове живет около 30 тысяч жителей. По меркам москвича это деревня, но для Европы это полноценный провинциальный город средних размеров. Хотя внешне Ростов меньше всего похож на европейский город. Три года назад я был в литовском поселке Нида на Куршской косе. Население там немного больше тысячи человек. Но посмотрите на благоустройство и состояние исторических зданий. На главной улице есть тротуары, и она не выглядит так, словно ее недавно бомбили. По набережной можно гулять, не боясь утонуть в грязи. И это, считай, обычное село на тысячу жителей. В Ростове живет 30 тысяч человек. Город стоит на оживленной трассе из Москвы в Ярославль и другие города. У него есть пусть и не очень большой, но стабильный поток туристов. Я напоминаю, что город входит в Золотое кольцо, и туристы сюда приезжают посмотреть на достопримечательности. Плюс немало приезжих, которые останавливаются в городе на пару часов, чтобы погулять и перекусить. Тогда почему благоустройство в Ростове на 60 лет отстает от благоустройства в литовской деревне? Мне кажется, дело тут не только в финансировании. Вот здесь же набережная просто напрашивается. Вы посмотрите, озеро, потрясающий пейзаж, два очень сильных памятника, две достопримечательности, монастырь и Кремль. И вокруг разруха. Идешь по какому-то марсианскому пейзажу среди мусора и ям. Сука, сука, ты что? Что ты спешишь постоянно? Я же говорю, дай я выйду, спокойной ходы. Камера возбилась за тебя. Ооо, ты видел на кусок. Куда ты постоянно спешишь? Я в нем, как всегда. Ну, ты спешишь-то. Вон, мостик упал. Сейчас будет колонка, помоешься. Собак, кстати, в собаку все еще идет. Пошли в это. Идет собаку, у меня все ноги в воде. А где нормальная камера? Что? Нормальная камера где? В рюкзаке она. Преимущественно, видите, сохранились домики. И они все такие аккуратненькие. С наличниками. И нет вот никакого такого ублюдушного цыганского наводила. Он встречается, ну, так редко. Но в целом народ умеет ценить вот эти наличники. Вот традиционные русские, такой вот деревянный дом. Это, конечно, круто. Потому что ты здесь идешь. То есть, видите, даже вот здесь догадались хоть сделать забор деревянный. Хоть не из профлиста металлического и на том спасибо. Какие у нас красивые есть города, друзья. Буквально вот три часа от Москвы и ты оказываешься в сказке. Слушай, посмотри, какой красивый Кремль. Просто вот фантастический. Смотри, деревянные эти вот у башен купола. Кладка вся кирпичная. Конечно, вот история в каждом камне. Один из древнейших городов России. Она просто вымылась с годами водой, ветром. То есть, вот такие вот кирпичи есть, такие пустые. Видите, она такая немножко наклонная. И вода, которая с этой деревянной крыши стекает. Ну, и здесь вот хорошо видно, да, какая разница. А здесь из профлиста забор. И вот они так соответствуют древний кремлевский забор и забор из профлиста. Посмотрите, как сразу круто смотрятся. Вот какие такие деревянные домики, которых они сохранили. Здесь на самом деле очень много домиков в таком хорошем состоянии. Вот тут просто приятно, приятно посмотреть. То есть, есть люди, которые могут это ценить. Есть люди, которые понимают ценность всего этого, всей этой архитектуры, истории. И сюда едут туристы, и они вот по крупицам это здесь все собирают. Но вот соедини ты все это воедино, приведи это все в порядок. И было бы, конечно, очень круто. Вы знаете, город великолепен. Просто космический, но весь убогий и засранный каким-то говном. Дом недалеко от Ростовского Кремля стоит миллион четыреста. Шесть соток люди отдают, хотят уехать. Весь в красивых царских наличниках. Роскошный дом. Почему бы здесь не жить с семьей? Можно, но бичевать придется всем. Ну а что делать? Здесь нет работы. Здесь люди без ног практически ползут. Куда ползут? К приличному будущему, но не могут доползти. Озеро затянуло серой пленкой льда. Сердце обливается кровью. В таком состоянии здесь находятся некоторые жилые дома. Это вот, кстати, между прочим, объект культурного наследия. Дом Орлова. Конец 18 века. Государственная охрана. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством РФ уголовную, административную и иную ответственность. Слышь, Максим, памятник, чтобы ты понимал, и не какой-то там, а памятник федерального значения. В памятнике живут люди. Это был дом Орлова. Все эти дома, чтобы вы понимали, друзья, это все памятники. А это у нас дом Голубкина. Тоже конец 18 века. Нужно делать нормальный жесткий дизайн-код. Нужно реконструировать здесь улицы, менять покрытие. Я бы сюда вернул какую-то более естественную и понятную для этой архитектуры брусчатку. Вполне возможно, здесь вообще надо сделать пешеходную зону. Надо посмотреть, но как минимум нужно точно, абсолютно точно нужно суть эту дорогу. Посмотрите, какая широкая дорога. Хотя она не используется. То есть вот эта парковка здесь совершенно не нужна. Кстати, интересно, днем фонари горели, а вечером фонари выключены. Удивительное рядом. Почему этот центр, не знаю, я бы здесь сделал еще просто. Делал бы весь пешеходным и развивал бы там туризм и все остальное. Это не остальные какие-то проезды. Но вот это вот все ядро делать пешеходным. Нет никакого понимания, как сегодня должны выглядеть общественные пространства. Но это, видимо, по федеральной программе они делали. Потому что, судя по всему, судя по тому, что это сделано в других местах, своих денег у них нет ни на что. Поэтому они по федеральной программе, скорее всего, каких-нибудь этих вот малых городов, благоустройства, они получили деньги, чтобы здесь вот такой пятачок уложить плиткой. Да, и вот здесь снималась знаменитая кинолента. Иван Васильевич меняет профессию, вот это вот крыльцо. Да, жалко, мы поздно пришли. Сейчас уже не работает ничего, то есть нельзя внутрь зайти. Ну, вообще, конечно, да, вот это стоит того, чтобы сюда приехать. Вот редко где есть такие потрясающие места. У нас просто шикарнейшее завершение нашей поездки. И вот знаешь, что здесь круто? Что здесь, вот мы сейчас здесь, смотри, ходим, здесь нет этого пафоса, да? Тут нет вот этого, знаешь, какие-то вот сходить, здесь какие-то заборчики, ленточки. Тут реально, я не знаю, как на машине времени. Мне кажется, только деревья в 18-19 веке не белили стволы деревьев. То есть это вот их выдает. Да, но это сад. И вот мне кажется, это прямо круто. То, что здесь нет какого-то огромного количества. То, что мы были, например, в монастыре, там какие-то стоят у них эти бесконечные стенды, указатели, еще что-то, куча визуального мусора. А в Кремле этого нет. В Кремле очень красиво, душевно. То есть даже такие помосты они сделали деревянные на время весны. Просто ходишь и кайфуешь от всех этих деталек. Посмотрите, какая отмосточка вот эта вот с булыжником. Вот этот вот сад. Это яблоньки, да? Все как раз так. Вот, собственно, все съемки знаменитого фильма проходили здесь, на этой стене. Вот они там бегали. Но стоит здесь отметить, что они молодцы. Они очень деликатно здесь все сделали. Видите, какая-то будочка стоит. Она такая деревянная. Нет куда-то вырви глаз. Какой-то вот план. Тоже, да? Деревянная рама. Такая аккуратненькая подсветка. Все вот. Ничего не выбивается. Здесь они молодцы. Я только сказал, что в Кремле хорошо. Как зажглась какая-то очень странная и стремная подсветка у деревьев. Что это такое? Это было так красиво. Я ходил, хвалил, как здесь все деликатно, аккуратно сделано. С уважением к архитектуре. Кто так очень внимательно. И тут зажглась эта ублюдочная китайская дешевая подсветочка. Ребят, срочно подсветку в топку. Смотри, еще нет никакого там, ну не визуального мусора. Никаких этих табличек, этих стендов. Никаких там кованых лавочек, урн. Все так очень круто, деликатно, с уважением к архитектуре сделано. Тут зажигается эта подсветка. То есть, директор решил все-таки шикануть. Съездил в Китай до коронавируса и купил ленты светодиодные с подсветкой, которые нужно использовать. Отдельно, кстати, стоит отметить местную охрану, которая запрещает снимать на территории. То есть, они сказали, у нас камеры и снимать можно только с разрешения дирекции. То есть, по мнению охраны, снимать красоту нельзя. Можно снимать всякое говно, которое здесь вокруг, это снимать сколько хочешь. А снимать красоту, которой Ростов может гордиться, нельзя. Я надеюсь, сейчас кто-то из дирекции меня смотрит. Им будет стыдно, что у вас такая охрана. Проведете неразъяснительные беседы и объясните, что мы находимся сейчас в 2020 году. И вы должны не то что препятствовать съемке, вы должны радоваться любой съемке, когда к вам приезжают люди, когда приезжают туристы, когда они это снимают, когда они рассказывают и показывают, у кого здесь красота есть. Как-то усмирить свою бодловатую охрану с синдромом вахтера, которые пытаются препятствовать фиксации красоты. К сожалению, Ростов постигла участь многих малых городов России. И это несмотря на богатейшее историческое наследие. Город не был разрушен во время Великой Отечественной войны. Город не был уничтожен советской властью. Но последние десятилетия он просто никому не нужен, несмотря на всю его древность и туристический потенциал. Три года назад здешний мэр Андрей Лось обещал снова сделать Ростов великим. Но вместо величия я наблюдаю только упадок и разруху. Очень обидно, но, тем не менее, очень круто здесь. Приезжайте в Ростов, я надеюсь, рано или под ситуация изменится, подписывайтесь на мой канал. И я напоминаю, что если вам вдруг совершенно случайно понравился Максим Верник, у него тоже есть канал. Он теперь у нас живет в отдельной резервации, я стараюсь по минимуму включать свои ролики. Ссылочка на канал Макса Верника тоже будет в описании. Все, друзья, всем пока, скоро увидимся в новом видео. Один из плюсов YouTube, друзья, это то, что видео выходит с небольшим запозданием, потому что сначала мы монтируем, потом откладываем в долгий ящик, ждем какого-то актуального момента. Проходит какое-то время, и за это время что-то меняется. Ну и, конечно, самое мое любимое, это когда с момента, как я куда-то съездил и что-то сказал, и к моменту, как выходит ролик, появляется уже реакция чиновников. Согласитесь, всегда приятно посмотреть ролик про какой-то город, и сразу узнать, как на это отреагировал мэр, губернатор, депутаты и так далее. Именно так произошло с Ростовом. В Ростове я был больше месяца назад, и ролик у меня не выходил, потому что потом началась эпопея с коронавирусом, вы сами знаете, людей перестало вообще волновать что-либо, кроме коронавирус, 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 коронавирус. Я решил, зачем раньше времени выпускать ролик, когда его никто не заметит, подождем момента. Вот, я считаю, момент настал, тем более все отреагировали, и сейчас можно посмотреть сразу же на реакцию. Итак, начнем с реакции мэра. Сразу после того, как я написал свое мнение про Ростов в блоге на Варламов.ру, на Варламов.ру отреагировал мэр Ростова. Да, кто не знает, у Ростова есть мэр. Когда журналисты мэру Ростова позвонили и спросили, что за фигня вообще, что ты скажешь про Варламова, мэр ответил, а что тут скажешь, денег нет, областные средства еще не выделены, ямочный ремонт мы сделаем, станет получше, а на что-то глобальное рассчитывать уже не можем, не будет этого. Я же это понимаю, но как быть перед народом? Далее журналисты пишут, по голосу было слышно, публикация Варламова огорчила главу города. Но, говорит, не больше, чем нападки, которые он видит в местном паблике подслушано. Значит, видимо, в местном паблике подслушано мэра тоже критикуют. Дальше мэр продолжает, мы работаем. А если нам мэром из-за пасквилей расстраиваться, то тогда и мэром не надо идти работать. В общем, это была реакция мэра. Ну, что здесь можно сказать? Я без понятия, кто такой Андрей Лось. Вполне возможно, что Андрей Лось потрясающий мэр, очень хороший, талантливый, гениальный управленец. Ну, просто вот судьба его так наказала, что мэром он стал не в Сан-Франциско, не в Нью-Йорке, не в Париже и даже не в Лондоне. А стал он мэром Ростова. Открывает он бюджет, а в бюджете ничего нету, даже на ямочный ремонт нету денег. И он такой бедный сидит, как старуха у разбитого корыта, и думает, что же мне теперь делать с моим Ростовом. А тут еще всякие блогеры приезжают. И были бы деньги, думает мэр Ростова, я бы перекрыл бы дороги, закрыл бы еще вокзал железнодорожного станка, чтобы ни одна сволочь сюда не приехала и больше не писала пасквили, и не расстраивала ни меня, ни жителей. Вот, я полез в интернет, и я решил посмотреть, может быть, он что-то все-таки пытался сделать. Я не нашел вообще ничего, вот честно. Друзья, я обращаюсь так к вам, кто живет в Ростове, кто знает, может быть, Ростов, кто знает мэра, скажите, сделал ли я еще что-то хорошее. Ну, то есть, я знаю много мэров, городов, которые без бюджета хоть что-то пытались сделать, даже какими-то минимальными средствами, они входили в историю, они проводили какие-то реформы, то есть, ну, все равно можно что-то сделать, но если ты классный управленец, ну, найди выход. Я не увидел вообще ничего. То есть, такой типичный чиновник, который перекладывает какие-то бумажки, ну, будут деньги, сделаю что-нибудь, а не будет денег, не сделаю ничего. Что я? И вот такая вот история, что ничего сделать не могу. Деньги есть, будут дорогу делать, а денег нет, дорога не будет. Ну, такая типичная история, обычный безинициативный чиновник, который не хочет вообще ничего делать, ну, просто он сидит и сидит, да, ну, и какой спрос с него? Главное просидеть так незаметненько, пропетлять, глядишь, какой-нибудь орден дадут, медаль, вот, пенсию и квартиру, вот, и все у него будет хорошо. Но отреагировал, друзья, не только мэр, отреагировал еще и депутат, ярославский депутат, и не просто это, это наша, это не просто депутат, это наша старая знакомая жаба, она опять заквакала. Как мы знаем, в пищевой цепочке, друзья, нет более бесполезного звена, чем депутат-единоросс. Есть такой депутат, Дмитрий Петровский, он из муниципалитета Ярославля, я напоминаю, что Рософт и Ярославская область. В общем, он всей своей деятельностью подтверждает это правило. Открываю я на днях здесь свежую газету, газета, кстати, коммерсант, не хухры-мухры, и узнаю, значит, что ярославский депутат написал заявление в Следственный комитет на Варламу. То есть на меня, на меня ярославский депутат написал в Следственный комитет заявление. Как вы думаете, значит, что не понравилось депутату? Учитывая, что на меня заявление пишут практически каждый день, я особо на это внимание не обращаю, но здесь просто эталонный ярославский депутат. Смотрите, что не понравилось депутату. А про самоизоляцию он не слышал, по-моему, он должен жить в Москве. Ну и как все москвичи соблюдают самоизоляцию с 13 апреля 2020 года. Он что, занимается каким-то важным трудом, что нарушил самоизоляцию? Я написал заявление в Следственный комитет Российской Федерации на этого деятеля клавиатуры, чтобы проверили, на каком основании он нарушает самоизоляцию. Господину Петровскому не понравилось, не понравилось, что я посмел вообще приехать в Ростов, выложить отчет, и он почему-то подумал, что я приехал буквально туда вчера, нарушил самоизоляцию, и он по этому поводу решил написать заявление в Следственный комитет, чтобы меня привлекли к какой-то ответственности. Я это увидел, друзья, я это увидел. Я подумал, что я должен принять вызов, я тоже должен чем-то ответить депутату, но нельзя молчать, нужно как-то ответить депутату. И я подумал тоже написать заявление на ярославского депутата. Начал листать уголовный кодекс, надо найти статью, по которой можно было привлечь этого депутата, и не обнаружил там нужной статьи. Нет, конечно, можно было бы попробовать посадить депутата в клетку только за то, что он несет ***, но согласитесь, если мы сейчас каждого депутата, который несет ***, начнем сажать в клетки, у нас в стране клеток не хватит. А статьи, которая предусматривала бы ответственность в случае, если человек с интеллектом рыбки гуппи занял кресло депутата, в уголовном кодексе нету. То есть той статьи, по которой я хотел привлечь этого депутата, просто у нас не оказалось. Я уже даже себе представил, как я подал заявление, меня вызывают в суд, и у нас происходит судебный процесс. Значит, и судья мне говорят, судья такая строго-строгая судья. И она говорит, Илья Александрович, почему вы считаете, что обвиняемый тупой? У вас есть доказательства? Меня очень строго спрашивает судья. Я говорю, Ваша честь, в 2018 году господина депутата *** из партии «Единая Россия». Вы представляете, каким надо быть? И судья такая молоточком. Все, все, хватит, достаточно, спасибо, все, виновен. В клетку его судебные приставы, уведите его. Все, было бы красиво, но статьи нету. Кстати, я не просто так называю этого депутата никчемной жабой, он частый гость моего блога. И постоянные зрители, вы наверное его слышали, вы про него знаете, потому что именно он в свое время заявил, что государство ничего вам не должно и предложил отменить пенсии. Была такая история, если помните. Именно, кстати, за эти высказывания в свое время его из «Единой России». То есть, вы понимаете, человека выгнали из «Единой России», это кем надо быть? Надо постараться, чтобы тебя выгнали из «Единой России», то есть он даже «Единой России» не достоин. Вот так вот. Это, знаете, проводите аналогию, знаете, когда выгоняют из полиции, то есть, конечно, какой-нибудь совсем мент. То есть, он так накосячил, что его выгнали из полиции, его выгнали из полиции. Вот что нужно сделать, чтобы тебя охранникам, я не понимаю. То есть, это такая тупиковая станция. Но удалось, удалось нашему ярославскому депутату добиться того, чтобы его выгнали из «Единой России». Вот, ну а что касается его запросов в Следственный комитет, то с нетерпением буду следить за развитием событий. Сами понимаете, дело государственной важности. Кто-то должен объяснить депутату, что видео на канале, фотографии, блоги, они не появляются в день съемки. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok